Всем привет! Сегодня я записываю для вас новое видео по маловарению. У меня есть одна очень классная форма, которую я вам еще не показывала нигде, ни в контакте, ни в инстаграм. Это 3d зайка. Мне она безумно нравится, поэтому я хочу порадовать кого-то из вас. Устраиваю конкурс, победитель получит зайку и еще другие подарочки лично от меня. Условия как всегда просты. Вы должны быть подписаны на мой канал, поставить обязательно лайк и написать всего лишь один комментарий. И чтобы мы узнали друг друга поближе, скажите из какого вы города и чем увлекаетесь, какое у вас хобби. И конечно же не забудьте оставить ссылочку на свою страничку в контакте или инстаграм для связи. Всем желаю удачи! Показываю вам форму поближе. Она большая и очень тяжелая. Весит пол килограмма. Вы можете себе это представить? У меня, наверное, еще таких тяжелых форм не было. Хорошо, что на форме два разреза. Удобно будет залить ушки, мордочку и лапки. Работать я сегодня буду только с белой английской мыльной основой. Уже растопила небольшое количество и я крашу ее в розовый цвет. Для этого возьму вот такой вот пигмент США под названием идеально розовый. В белой основе дает очень нежный оттеночек. Белым цветом я уже залила лапки наполовину. Снять я это не смогла, потому что они расположены глубоко, немного неудобно. Теперь осталось залить животик, хвост и морду нашему кролику. Кстати, напишите, как вы думаете, это зайчик или кролик? Хвост наполовину, кончик будет только беленьким. Промываю пипетку, чтобы в ней не застыла основа. Так что заготовьте рядом с собой стаканчик с горячей водой. Немного подожду. Теперь перейдем к мордочке. Но этого, думаю, будет достаточно. Мой кроличонок будет серого цвета. Для этого в белую основу я добавляю вот такой черный пигмент. У меня Швейцария. Вы можете сделать кролика любого цвета. Белого, коричневого, даже розового. Но именно сегодня я выбрала серый оттенок. Добавляем 4 капельки. Смотрим, как меняется цвет. Конечно, этого недостаточно. Я думаю, что на такое количество основы понадобится капель 15. Одушка укуси меня. 8 капель. Залила вроде бы все, что хотела. Просарапала первый слой. Теперь обязательно сбрызгиваю спиртом. И надеваю на форму резинки. Начинаю заливать основу. Сначала заполню ушки, уберу пузырьки, немного постучу формы по стол, чтобы вышел весь воздух и продолжу дальше. И пока мой кролик застывает, давайте я вам покажу новые ароматы США, которые у меня появились. А вы, в свою очередь, напишите в комментариях, пользуетесь ли вы одушками США. Если да, то какие ваши самые любимые, а какие вы бы вообще не стали ни при каких обстоятельствах рекомендовать. Эта информация будет очень полезна и не только мне, но и вам, моим зрителям. И первая душка, с которой я начну, называется укуси меня. Ее я использовала для своего кролика. Рекомендую этот аромат всем. Он очень сильный, стойкий. Это аромат свежих сладких ягод, аромат вишни, но он не приторный, потому что здесь также присутствуют нотки лайма и апельсина. Все это перемешано с нотами зелени, с ароматом ванили. Так было написано в описании и я подписываюсь под каждым словом. Наверное, самая моя любимая душка на данный момент. Следующая душка это свежие срезанные розы. Тоже в ней разочаровалась. Надеялась, что это будет запах настоящих сладких роз, но оказался он абсолютно химозным. Такой же есть у Франции и у других марок. Кстати, все эти ароматы вы можете приобрести в любой группе ВКонтакте, которая занимается продажей товаров для мыловарения, либо у фармоделов. Они обычно тоже продают одушки. Следующая называется лунное затмение. Затмение. Красивое название, но она меня разочаровала. В описании написано, что здесь фруктовый нектар, экзотическая смесь цветов со сладкой ванилью. Но из всего этого я слышу только такие сладковатые нотки ванили. Да, есть что-то цветочное, но лунное затмение на самом деле вообще абсолютно не стойкое. Если укуси меня, на 100 грамм основы я добавляю 5 капель и мыло благоухает на всю комнату, то лунного затмения, хоть ты 15 добавь, хоть 20, все равно аромат будет очень легкий. Ну, в принципе, он приятный, сладкий, не какой-то отталкивающий. Viva la Jus, наверное, самое большое разочарование. Я повелась на красивую картинку, описание тоже неплохое. Ноты дикой ягоды, мандарин, клубника, гордения, жасмин, жимолость, ваниль. И всего этого присутствуют горькие, резкие ноты каких-то непонятных цветов. То ли это жасмин, ну, вроде бы не жасмин, слышно о ваниль. Но суть в том, что одушка настолько нестойкая, запах едва уловимый. И даже если добавляю мыло 25 капель, ее вообще не слышно. Поэтому я данной одушкой не пользуюсь и вам не советую. А вообще, мне кажется, что все ароматы США должны быть очень стойкими и вкусными. И поэтому напрашиваться такой вывод. Может быть, некоторые из одушек разбавлены? Напишите ваше мнение. Как вы думаете, у вас тоже такие нестойкие ароматы? Или только мне попались? Давайте теперь смотреть, что получилось. Вот такая спинка. Аккуратно отодвигаем стенки формы. Главное, чтобы не отвалились уши. Так. Чуть-чуть надавлю. Вот он, наш кролик. Смотрите, какой пухлячок. Давайте теперь нарисуем глазки. Я уже подготовила акриловую краску. Сначала наношу черный цвет тонкой кисточкой. Затем зеленый в центр. Носик и рот я окрашиваю в розовый цвет. Честно говоря, даже немного удивлена, что нашла у себя эту краску. Вообще не помню, когда я ее покупала. И немного вот сюда. Черным цветом делаю зрачки маленькие. Но это еще не все. Розовым цветом внутри я хочу выделить ушки. Изначально это сделать не получилось из-за особенностей формы. Основу я уже растопила. Так, немного наклоню нашего кролика. Вот так. И залью вовнутрь основу. Совсем чуть-чуть. Мой кролик уже готов. Вот такой красавчик получился. Кстати, если вы заметили, я решила убрать краску сорта розовую. Потому что мне не понравился результат. Кролик выглядел как будто кровожадным. И я считаю, что розовое носико, а уши и лапок будут вполне достаточно. Так вот он выглядит сзади. Ребята, если бы вы знали, как он классно пахнет. Вот даже сейчас на расстоянии вытянутой руки я ощущаю этот вкусный аромат спелых ягод. Я уверена, что победителю этот кролик точно понравится. Плюс, как я и обещала, еще будут подарочки от меня. Так что обязательно участвуйте в конкурсе. Я желаю всем удачи. И сейчас вы узнаете, чьи комменты попали в это видео. Девочки, передаю вам всем огромный привет. Большое спасибо за ваши позитивные комментарии. И если вы хотите попасть в мое следующее видео, то все, что вам нужно сделать, это оставить любой коммент с хэштегом «Хочу попасть видео». Сейчас я думаю над тем, чтобы выпустить серию видео с летним мылом. Но все, что приходит на ум, это только фрукты какие-то. Но дело в том, что у меня даже нет таких форм. Покидайте, пожалуйста, ваши идеи. Подскажите мне что-то интересное. Можете писать все, что приходит в голову. На этом буду прощаться. С вами была Юля. И всем пока. Пока.